Мексика 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 – это уникальная страна. Протяженность пляжей составляет 10 тысяч километров. У нас есть пляжи на Тихом океане, в Мексиканском заливе, то есть это уже Атлантический океан, и, конечно же, в Карибском море, куда выходит полуостров Юкатан. И, кроме этого, Мексика расположена в такой зоне, где температура крайне благоприятствует отдыху. И если мы говорим о курортах, куда стоит поехать, хотел бы отметить, что помимо пляжей, которых очень много, Мексика – это страна с историей, которая насчитывает уже более 4 тысяч лет. И, кроме этого, на территории страны есть много горных цепей, и вообще ландшафт очень разнообразный. У нас есть пустыни, у нас есть сельвы, леса, есть высокие горы, у нас есть всё. Сейчас среди российских туристов наиболее популярны такие места, как Канкун и Ривьера-Майя. Только в Канкуне более 100 пятизвездочных гостиниц. Туристы, которые едут в Канкун, они наслаждаются не только морем, не только солнцем, а там потрясающий песок, он как тальк, он белый и очень-очень мелкий. И климат просто потрясающий. На протяжении всего года температура составляет 30 градусов. И в году очень-очень много солнечных дней. Рядом с Канкуном находятся пирамиды и различные развалины, которые связаны с культурой майя. Но есть ещё и приключенческий туризм, есть экотуризм, существует горный туризм. Но, конечно же, существует ещё сегодняшняя Мексика, современная Мексика с огромными городами. Например, в Мехико проживает 24 миллиона человек. Для посещения Мексики нужна виза, которая оформляется в консульстве в Москве. Международные звонки очень дорогие из-за высокого налога – 49%. Поэтому лучше купить телефонную карту. Национальная кухня отличается разнообразием. Блюда немного острые, но довольно вкусные и простые. Лепёшки со всевозможными начинками, похлёбки с морепродуктами и, конечно, самый известный мексиканский десерт – сладкий королевский хлеб, сердцевина которого заполнена сушёными фруктами. В качестве сувениров необходимо купить текилу и шляпу с омбреро. Мексиканцы очень похожи на русских. Нам очень нравится развлекаться. Нам нравится музыка. Нам нравится проводить время с друзьями. Мы можем танцевать и петь целый день. Только в самом Мехико насчитывается около 50 тысяч ресторанов очень хорошего уровня. Мексиканская кухня наряду с китайской кухней – одна из самых вкусных во всём мире. Например, в Мексиканаре существует более 200 десертов и 300 различных видов хлеба. Ну и кроме этого есть всевозможные продукты, морепродукты, мясо, фрукты, овощи. Но, конечно же, есть ещё другие города. Например, Гвадалахара – очень известный город. А в Гвадалахаре проживает 12 тысяч человек. И Гвадалахара принадлежит штату Халиско, откуда родом текила. Подождите, вот мы сейчас тогда будем на каждой теме останавливаться поподробнее. Коли уж мы перешли к текиле, вот сейчас, тогда рассказывайте, как её правильно пить. Текила – это очень интересный напиток, потому что способ её приготовления восходит к хронтичным мексиканцам. Возможно, около двух тысяч лет назад. Текила производится из огромного кактуса, который достигает двух-трёх метров высоты. Это вот не вот этот знаменитый кактус напаль? Дело в том, что существуют различные виды кактусов. Напаль – он круглой формы. Но тот кактус, из которого делается текила, – это растение, у которого продолговатые листья. И этот кактус, который называется агава, у него такие длинные листики, срезается под корень. И там остаётся такая выемка, наполненная водой. Эта жидкость, она очень сладкая, она похожа на мёд. Эта жидкость подвергается процессу дистиллизации, и затем она хранится в деревянных бочках. Существует три вида текилы. В зависимости от времени, которое оно хранилось в бочках и от способа дистилляции. Белая текила – это самая молодая текила. Её можно употреблять практически сразу после приготовления. Кроме белой текилы, у нас есть ещё так называемая более выдержанная текила. Она хранится в бочках от одного до пяти лет. И у неё цвет немного напоминающий кофе. А ещё существует старая текила. Она хранится более пяти лет в бочках. И вкус каждой из трёх текил различается. Самая старая текила хранится больше пяти лет в бочках. Лично мне нравится более выдержанная текила, вторая текила. Потому что у неё есть этот сильный вкус текилы, но в то же время её очень приятно пить. В настоящее время существует более 1400 видов текилы, марок текилы. И текила стала не только очень важным напитком во всём мире, но и очень важным и популярным напитком во всём мире. И мне очень приятно отметить, что на российском рынке и в Москве в частности можно встретить хорошие марки текилы. Нет, подождите, а как её правильно пить? Текила обязательно пьётся с лимоном и солью. Поэтому очень важно взять кусочек лимона, насыпать немного соли на руку, выдавить сок лимона, слезнуть это и уже после этого выпить текилу. Точно, да. Некоторые предпочитают вкусить лимон и потом запить текилой. Есть очень интересное объяснение, почему именно лимон. Лимон открывает вкусовые рецепторы, таким образом мы можем почувствовать больше вкуса. И это известно с древних времён, ещё древние мексиканцы знали об этом. Существует ещё один способ употребления текилы. Он заключается в том, что вместе с текилой пьётся томатный сок, в который добавляется чили. А этот напиток называется сангрита. Таким образом ставятся две одинаковые рюмочки, и сначала пьётся текила, а потом уже сангрита. И получается совершенно потрясающая смесь этих двух вкусов. Появляются всё новые и новые очень хорошие вкусы у текилы. И существуют очень хорошие текилы, которые нужно пить без каких-либо добавок. Как хороший коньяк, как хорошая водка. Господин посол, спасибо за интересный разговор. Это была программа «Неофициально». Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok